Здравствуйте, уважаемые зрители Сегодня у нас в гостях Лидия Саурова Представитель фонда Ульяновской культурной столицы Директор учреждения культуры Ульяновский кинофонд Лидия Михайловна, буквально на днях стала известна о хедлайнерах Церемонии открытия и закрытия кинофестиваля от всей души Юрия Стоянова и Сергея Маковецкого мы знаем как удивительных и талантливых артистов И почему, тем не менее, выбор именно на них пал Добрый день, уважаемые зрители Я, конечно, не являюсь представителем фонда Ульяновской культурной столицы Я директор кинофонда и директор кинофестиваля Да, в этом году у нас хедлайнерами стали Юрий Стоянов И актер Сергей Маковецкий, народные артисты России Но все прекрасно знают, что в этом году у нас это год театра в России А через наш кинофестиваль, хотя он и носит имя Валентины Михайловны Леонтьевой Все равно проходят какие-то дополнительные тематические линии И в этом году ими стали как раз год театра и год единства на территории Ульяновской области Объявленный губернатором Сергеем Ивановичем Морозовым Именно поэтому мы старались пригласить на роль хедлайнеров актеров, которые ассоциируются с театром Просто, что называется, Маковецкий Он хоть и очень известный киноактер, но он больше занят в театре Точно так же и Юрий Стоянов Именно поэтому этот выбор обозначен именно так А зарубежные гости тоже приедут? Да, зарубежные гости тоже приедут У нас в этом году как никогда много кинематографий будет представлено Мы ожидаем, будут у нас фильмы 13 стран представлены Ну и некоторые из этих фильмов будут представлены самими производителями В частности, точно приедет у нас кинематографическая команда из Чехии Мы ожидаем гостей из Турции Ну и так далее Так что будет интересно А кто-нибудь из известных широкому зрителю В те разы приезжал Эмир Кустурица Самый веселый режиссер А в этот раз кто из таких, из популярных? Эмир Кустурица, это, конечно, наша гордость Заполучить такую персону на фестиваль, конечно, это очень сложно И повторять это из года в год, это практически невозможно Но я смею вас уверить, что все гости будут достойными того, чтобы познакомиться с ульяновскими зрителями Расскажите подробнее об общей тематике фестиваля «Квинтэссенция» Что он будет из себя представлять? Ну, кинофестиваль... Что такое кинофестиваль? Кинофестиваль — это, по большому счету, не только кинозрелищное мероприятие Это рабочая большая киноплощадка То есть у нас в Москве есть отборщик, который в течение года отбирает семейное кино Выпуска предшествующему фестивалю И вот эти фильмы мы представляем А потом уже из этих фильмов мы стараемся пригласить представителей творческой группы Чтобы они сами свое произведение представили Это очень длительная работа И все шесть дней, которые будет длиться фестиваль, мы будем показывать семейное кино Новое выпуска 2018 и 2019 года И будут эти фильмы свои представлять сами создатели А кто из молодых режиссеров прославится на этот раз? Уже известно о премьере, которая пройдет в рамках этого фестиваля Фильм «Дикие предки» Эта картина снималась в Ульяновске Ее продюсер Анна Крутова Уже отмечена была за создание вот этого фильма национальной премией Наши ульяновцы, они станут первыми, кто увидит этот фильм? Да, это будет всероссийская премьера Действительно, первыми ульяновцы увидят этот фильм Он нигде пока еще не был Официально он в прокат не выходил У него вообще должна быть очень, на наш взгляд, очень успешная прокатная судьба Потому что фильм затрагивает вот как раз вот две темы, которые у нас на кинофестивале И тему семьи, и тему межнациональных отношений Поэтому Анна Крутова, продюсер этого фильма, которая получила приз, о котором вы сказали Она привезет сюда команду большую, которая снималась в этом фильме, которые создавали этот фильм И 24 мая состоится премьера в киноконцертном зале «Современник» В этом году фестиваль продлится, как вы уже сказали, 6 дней Кстати, это на один день больше, а почему? Ну так сложилось, это не очень принципиально Вообще фестиваль у нас действительно все 10 лет Бывало и по 6 дней, но в основном это 5 дней В этом году немножко мы продлили, но очень много предложений Мы просто не уложились 5 дней Значит, на день дольше Наши земляки будут встречаться с лучшими артистами нашей страны и зарубежья Будут ли мероприятия кинофестиваля так же доступны, как и раньше? Ну вообще это отличительная особенность нашего кинофестиваля Вот вы представляете, за 5 дней мы ведем очень жесткую статистику кинофестиваля У нас ежегодно от фестиваля к фестивалю у нас нарастало количество мероприятий У нас, например, и количество площадок тоже самое У нас в прошлом году, допустим, за 5 дней кинофестиваля состоялось 94 мероприятия по всей области Поэтому и в этом году мы темпов, конечно, снижать не будем У нас мероприятия пройдут в муниципальных образованиях У нас во всех районах города мероприятия пройдут У нас пройдут мероприятия в библиотеках У нас пройдут мероприятия в учебных заведениях города Ульяновска и так далее То есть фестивалем будут охвачены все, кому это интересно А мы постараемся, чтобы это интересно было всем В деловую программу входит и форум региональных кинопроизводителей «Регион кино» В этом году ульяновцы снова соберут российских коллег Какой основной вопрос будет обсуждаться на форуме, именно на деловой части фестиваля? Да, этот форум региональных кинопроизводителей, он проходит только у нас Это действительно наша гордость Мы совместно с компанией господина Крутова проводим вместе этот кинофорум У нас на него приезжает до 35-40 представителей разных регионов Российской Федерации То есть это региональщики, которые сами в областях снимают кино А сейчас, вы знаете, на первый план выходит это кино И Якутия, и Башкирия, и так далее И вот представители этих региональных производителей к нам приедут Они приедут к нам почему? Потому что мы все время предлагаем очень существенную деловую программу Они здесь обмениваются опытом, они показывают друг другу свои фильмы И заодно получают оценку профессиональных кинетографистов, которые приезжают к нам на кинофестиваль В этом году мы для них специально приглашаем нескольких продюсеров, ну таких крутых Один из них, допустим, уже в Каннах получил приз Сергей Дворцевой есть такой Им есть чем делиться с молодыми будущими кинематографистами В этом году, вы знаете, только что недавно создался фонд Абрамовича Специальный под кинопроизводство И мы приглашаем на кинофестиваль директора этого фонда Чтобы он непосредственно поделился с этими, с молодыми кинематографистами Тем, чем может быть полезен этот фонд в их деятельности А годовой бюджет этого фонда ни много ни мало один миллиард И на него могут претендовать абсолютно все Лидия Михайловна, 2019 год в Ульяновске это год национального единства Как этот факт отразится на программе кинофестиваля? Обязательно отразится Мы очень дружим вообще с региональными своими коллегами Из Приволжского федерального округа И мы стараемся пригласить Конечно, все национальности, которые проживают на территории Ульяновской области Мы пригласить не можем Но наиболее крупные У нас будут гости из Татарстана, Татаркино Они, соответственно, представляют свою кинематографию на татарском языке И мы будем показывать это в тех населенных пунктах, где компактно проживают татары У нас приедут представители Чувашии У нас приедут представители Мордовии У нас Татарстан, да, Башкортостан у нас приедет в этом году впервые Потому что они очень удачное кино создали И вот они приезжают, они поедут в национальные наши села представлять свою кинематографию И с нашими кинематографистами на форуме региональных кинопроизводителей Они тоже будут обменяться опытом Ранее вы упомянули то, что фестиваль пройдет не только в городе Какие именно мероприятия будут проходить в районах? Ну, в районах, как правило, конечно, деловую программу мы в районы не выносим Это понятно, если у нас есть киношколы, в Инзе, допустим, там, да То мы этих представителей приглашаем в Ульяновск В районах пройдут только творческие встречи Только фестивальные, конкурсные, внеконкурсные кинопоказы То есть только, чтобы доставить удовольствие Лидия Михайловна, какие еще сюрпризы от международного кинофестиваля от всей души Ждут зрителей в год театра в России? Ну, вы знаете, мы думали, конечно, мы пригласили мэтров, о которых мы с вами уже говорили Но мы хотели все-таки посмотреть и молодую театральную, так сказать, сегодня составляющую И мы нашли такую группу, называется она «Зайчий стон» Это молодые актеры Ленкома объединились в такую некую группу И со своим спектаклем, совершенно в новой форме, там что-то типа стендапа и так далее Вот с этим спектаклем они приезжают к нам на кинофестиваль И тоже в киноконцертном зале «Современник» состоится их спектакль Вам нравятся такие новшества, которые к нам прилетают иногда? Например, как вот этот «Зайчий стон»? Или вы более за консервативную подачу? Ну да, глядя на меня, можно подумать, что я консерватор, конечно Но у нас, вы знаете, у нас Сергей Иванович Морозов не консерватор И всегда, каждый год, а он у нас возглавляет оргкомитет кинофестиваля Он его идеолог, по большому счету И каждый год, когда мы начинаем обсуждать программу очередного кинофестиваля Он все время говорит, а чем этот кинофестиваль будет отличаться от всех предыдущих Мы поэтому очень активно на эту тему работаем и стараемся расширяться Но потом, вы знаете, у нас уже кинофестиваль-то приобретает некий такой более высокий профессиональный уровень Да, у нас президент кинофестиваля, у нас Хатиненко Владимир Иванович, народный артист России Председатель жюри у нас Владимир Грамматиков, которого тоже представлять практически никому не надо И поэтому мы стараемся, чтобы год от года это было более профессионально, более интересно Если вы слышали, знаете, у нас на территории ведь очень много делается для кинопроизводства У нас заработала кинокомиссия, у нас создаются киношколы Поэтому эту сторону развития кинематографии на территории Ульяновской области Мы, конечно, обходить стороной не можем И поэтому у нас и мероприятия, и деловая программа кинофестиваля Очень часто посвящаются как раз темам развития киноиндустрии, развития кинематографии на территории Ульяновской области То есть я хочу подчеркнуть, что кинофестиваль — это не просто киномероприятие, пришли, посмотрели новый фильм и на этом разошлись У нас очень обширная деловая программа и деловая тусовка вокруг кинофестиваля — Лидия Михайловна, вы упомянули о условиях, которые создаются для новых кинематографистов Как вы думаете, в нашем регионе хотят снимать кино? Вы видите активность какую-то? — Конечно, конечно Ну, вот та кинокомиссия, вот вы упомянули вначале, представляя меня, фонд «Культурная столица» Как раз фонд «Культурная столица» является как раз оператором вот этой кинокомиссии Как раз они — уполномоченный орган, и они работают и стараются вокруг себя концентрировать киносообщество, которое хочет и уже снимает кино Ведь вы знаете, вот те же «Дикие предки» снимались, да? Еще у нас здесь несколько фильмов снималось федеральными кинематографистами на территории Ульяновской области Они задействовали нашу молодежь, они у них работали в качестве массовки, ну, исполнители каких-то небольших ролей В качестве там оператора, там помогали во всем, во всем, во всем И это уже начинающие кинематографисты Мы этих людей всех собираем, мы их обобщаем, мы с ними работаем И, конечно, кинофестиваль вот со своей программой тоже даст им некое направление в будущей их профессии Лидия Михайловна, и, наконец, приоткроете завесу тайны Чья звезда появится на аллее возле памятника Валентины Леонтьевой в этот раз и в этом году? Ну, вообще, я думаю, что рано пока обнародовать это имя Вообще, это не секрет, конечно, в аллею звезд у нас укладывается звезда того, кто получит гран-при Приз губернатора Ульяновской области, который называется «Честь и достоинство» Заседание оргкомитета, на котором окончательное решение принимается, должно состояться вот буквально в первых числах апреля И тогда мы определимся с кандидатурой, и тогда мы будем готовы ее обнародовать Об этом широкий зритель узнает, да? Узнает в начале апреля после заседания оргкомитета, который пройдет с участием губернатора Сергея Это его приз, он так и называется, еще раз повторяю, гран-при Приз губернатора «Честь и достоинство» Спасибо большое, Лидия Михайловна, очень была рада с вами познакомиться и пообщаться С вами была Виктория Черкова, всего вам доброго, до свидания Спасибо Субтитры подогнали Симон